У нас запись пошла и можем начинать нашу встречу. Уважаемая Светлана, приветствую вас в нашем виртуальном пространстве, пространстве дискуссий. Со своей стороны я организатор дискуссионного клуба Золотухин Александр, а вы скажете о себе. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Я психолог, я профайлер и верификатор. Работаю в разных направлениях, скажем так. Но сегодня не обо мне, а сегодня, наверное, все-таки о дискуссии. Мы очень рады вас видеть, и мы сегодня поговорим о том, возможно ли конструктивно общаться с женщиной. Это в продолжении нашей первой дискуссии. Да, 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 я об этом сейчас скажу. Это да, совершенно верно. Это в продолжении нашей первой с вами дискуссии. Поводом для данной дискуссии послужил комментарий к видео «Домашнее насилие женщин в семье», которое вы сможете увидеть, я думаю, Александр его поставит тоже ссылочку под этим видео в описании, да, в кругу, скажем так, дискуссионного клуба Полтава. Автор комментария уверен, что конструктивный диалог с женщиной невозможен априори. Я с ним не согласна. Свои доводы я приведу здесь, в качестве тезисов. А сам комментарий и ответ на этот комментарий я дам автору в конце дискуссии. А для начала давайте с вами все-таки попробуем выяснить. Но я сразу скажу, что я уверена, что конструктивное общение с женщиной возможно, может быть не с каждой, может быть не в каждый момент времени. Но то, что это возможно, это да, это возможно. И можно его сделать возможным. Итак, первый мой тезис. Почему нам так сложно понимать друг друга? Начнем мы, наверное, с женских и мужских природных особенностей. Ну, во-первых, мы, женщины, говорим в три раза больше мужчин, так как часть мозга, которая отвечает за нашу речь, у нас больше на целых 12%. Нередко женщина говорит или делает, а потом думает. Ну, чаще всего так происходит. Мужчина не говорит и не делает, пока не обдумал, что и как. Мы, женщины, больше говорим о неудачах, разочарованиях, что сильно напрягает мужчин наших, да, заставляя их поскорее, что сделать? Найти решение проблемы. А нам нужно всего лишь, чтобы нас выслушали в этот момент. То есть разговор для женщины – это попытка сбросить негатив. Это один из вариантов, да. Причем это основанная попытка у некоторых женщин, даже, я скажу, у немалого количества женщин, и основанная на слепой уверенности. Ну, кто, как нелюбимый, должен меня выслушать и пожалеть, не так ли? Иногда это попытка поделиться впечатлениями. То есть нам кажется, что так мы, женщины, становимся вам, мужчинам, ближе. Это способ наш в каком-то смысле закрепить отношения, ну, условно говоря, относительно, да, то есть сделать их как бы более доверительными. Вот я с тобой делюсь своим самым таким, что у меня наболело, да, и сделать эти отношения вроде бы более устойчивыми. Ну, на практике это получается не всегда, а очень часто даже наоборот. То есть, как женщина при этом мыслит, я рассказываю тебе о том, что меня тревожит или радует, значит, ты мне не безразличен, то есть ты мне не чужой человек, ну, а по факту где-то близкий человек, да, не буду говорить на сто процентов, потому что это далеко не во всех семьях. Дальше. Мужской мозг – это некое такое упорядоченное устройство, то есть работа находится в одном файле, секс в другом, деньги в третьем, там, допустим, доминантность в четвертом и так далее, и так далее, да. И для мужчин существует один непреложный закон. Пока разгребаешь один файл, другие трогать точно нельзя. Он не запрограммирован, мужчина не запрограммирован на это. А еще у мужчин есть один странный и очень любимый файл, и этот файл совершенно пустой. Он нужен для отдыха и перезагрузки мужчинам. Ну, это объясняет любовь мужчин, там, к рыбалке, например, к чему-то такому тихому, где не нужно думать, где просто сидишь, вот отдыхаешь, да, или полежать на диване одному просто так, или посидеть в тишине, чтобы его никто не трогал. В первую очередь женщина, да. Мышление женщин – это некое такое пространство из разных файлов, которых очень много, и они связаны между собой как проводами, эмоциями. Деньги связаны с работой, работа с машиной, машина с дачей, дача с родителями, с врачами, ну и так далее, и так далее. То есть поэтому мы нередко помним все. Говорят, ай, ты злопамятная. Да нет, сразу как бы у женщины, сразу как бы вспыхивает все это пространство. Она по подобной эмоции сразу как бы включает вот эти все файлы, и получается, ей не нужно это запоминать, где-то там отдельно хранить. У нее просто это все как бы природно есть. И это заставляет, да, мы помним все, но у нас нету того вот золотого пустого файла, как у мужчины. И наш ум никогда не останавливается. Это заставляет нас чувствовать особенно раздраженные себя, когда мы видим мужчину, который лежит на диване, или часами сидит с какой-то дурацкой удочкой на берегу. Как это так? Без дела. Дальше. Или занимается дискуссиями. Вот-вот-вот. Дискуссия в том числе. Это та же рыбалка. Да, правда? Ну, возможно, да, потому что для мужчины подумать это всегда довольно важно. Да, вечно недостающие внимания женщины. То есть женщина постоянно как бы в дефиците внимания мужского, да? Ну, это эволюционная задача женщины. Сделать все, чтобы оказаться в центре внимания мужчин, чтобы затем иметь возможность выбрать лучшего. Это понятно. А затем создавать отношения, выстраивать их и управлять ими. В этом наш интерес женский и главная задача. Ну, большинства женщин, конечно, не всех. Именно поэтому внимание мужчин для нас буквально некая жизненная сила, которая дает нам и импульс к жизни, и мотивацию к действию. То есть пойти что-то приготовить мне не хочется. Но если милый уделил мне внимание, сказал мне парочку комплиментов, что у меня новое платье, ах, как мне идет, или какая я красивая в этом платье, я буквально побегу. Вот. И я буду делать для него очень многое. Это некая жизненная сила, я еще раз повторюсь, которая дает нам и импульс к жизни, и мотивацию к действию. А для мужчины повышенное внимание со стороны женщины, ну, чаще всего раздражает на самом деле. Он ощущает себя каким-то несвободным или под пристальным прицелом. Так, меня контролируют. Что это такое? Я под колпаком. Дальше. Это все закономерные штуки. Мир женщины – это мир чувств и эмоций. Они помогают делать нашу жизнь ярче, насыщеннее, интереснее, разнообразнее. Именно поэтому нам, женщинам, важно их ощущать. Иногда даже скандал, иногда, подчеркиваю, потому что сейчас полетят камни в мой адрес, иногда даже скандал, разыгранный женщиной на ровном месте, ничто иное, как попытка привлечь внимание мужчины к себе с целью услышать, что она любима, что она желанна, что она красивая и самая лучшая. Вот это стоит помнить мужчинам и реагировать не так резко на женские перепады настроения и повышенную эмоциональность или обиды по поводу недостатка внимания. Правда, нам нужно учиться контролировать собственные эмоции. Это правда, чистая правда. Если мы не хотим разрушить свою жизнь и жизнь близкого нам мужчины, так как же нам научиться понимать друг друга, чтобы избежать сильных переживаний, чтобы избежать ненужных стрессов и даже расставаний. Я перейду ко второму тезису. Можно, да? Ну, давайте я скажу по первому тезису. То есть, я как бы подытожу. Вы описали различия в том, что женщина вкладывает в разговор и мужчина. То есть, если мужчина начинает говорить с женщиной, то он должен понимать, что он не с другом Васей говорит. Он говорит с существом с другой планеты совершенно. И у этого существа вообще другие претензии к разговору. Для женщины разговор это в первую очередь, чтобы ее прослушали, чтобы ее послушали, чтобы ее поняли, приняли и сделали комплимент. И мужчина со своим все параллельно и перпендикулярным мозгом, ему не нужно давить своими логиками и аргументами и прочими полосатыми вещами. То есть, нужно эмоционально поддерживать женский разговор. Кивать головой, обнять, поцеловать. И тогда разговор получится. Ну, где-то так, да? Да, примерно так. Но об этом я скажу сейчас во втором своем тезисе. Вот по этому поводу. Значит, да, совершенно верно. Но я просто хочу подчеркнуть, что в первом моем тезисе я хотела просто показать, что в основе вот этого никакого-то непонимания друг друга, мужчиной и женщиной, лежат именно наши природные какие-то заложенные, понимаете, штуки, на которые мы влиять-то не особо и можем. Вот. Как-то можем, естественно. Эмоции держать под контролем как-то можно. Как-то можно логично там, допустим, ну, как бы требовать внимания, но не так, что прям каждую секунду вот ты должен тут стоять на коленях с букетом цветов там и устраивать мне какой-нибудь там, не знаю, вечер романтический, да, или признаваться в любви. То есть, как-то... Это очень важно. Мужчина должен не терпеть, он должен понимать. Потому что если он терпит, ничего хорошего здесь нет. Да, да, да. Он должен понимать, что вот женщина, она такова. Да, что ему просто... Вот мы разные. Все. Изначально мы разные. Признакам, но и именно вот по природным своим вещам. Вот. Как мы реагируем? Тут просто в отсутствии времени я не стала брать очень многие вопросы там. Взгляды на жизнь, взгляды на работу, взгляды на карьеру и так далее. И тогда там тоже, там разнятся, там разные у нас цели, разные цели. Да, но вы сказали самое важное. Самое важное. Я сказала, что все только общение. То есть, вы выбрали самое ключевое. Мужчине нужно понять, если он говорит с кошкой, он же не будет ей объяснять что-то. Он просто возьмет на руки кошку и начнет гладить. И кошка начнет мурлыкать. Совершенно верно. То же самое применимо к женщине, я об этом сейчас скажу. Итак, как сделать общение с женщиной конструктивной? Конструктивной. Значит, нормально, конструктивно поговорить с женщиной можно. Я в этом уверена. Не с каждой, как я сказала, и не в любой момент времени. Не с каждой, потому что есть некие, вот тут я немножко отвлекусь, просто нужно сказать, есть некие уровни зрелости, личности. Понимаете? Мужчины и женщины. И в каждом браке, в каждом союзе, в каждых отношениях получается кто-то более развит, как личность. Это не в обиду будет сказано. Это так есть. Кто-то ведущий, кто-то ведомый. И это не имеет отношения к доминантности. Это имеет отношение именно к уровню развития сознания человека. То есть к уровню зрения, зрелости, личности. Поэтому не с каждой можно поговорить. Как и не с каждым мужчиной. И не в любой момент времени, потому что мы можем быть полностью в разобранном состоянии, скажем так, в очень сильных негативных эмоциях. Их интенсивность может просто зашкаливать. Поэтому с нами говорить в этот момент бесполезно. Абсолютно. Вот. Но все же с большинством из нас это возможно. Давайте посмотрим вместе, какие факторы обычно являются камнем преткновения в общении с женщиной. И как их обезвредить. Естественно, это не все факторы. Я взяла только самые-самые типичные, которые чаще всего встречаются. Но я думаю, что каждый из нас увидит нечто подобное, что в отношениях у него что-то такое было. И не только мужчины увидят, но и женщины. Но я надеюсь, они смотрят наш канал. Итак, женская болтливость. У мужчины все устроено просто. Сформулировал в уме мысль, затем ее произнес. Женщина думает, когда говорит. То есть она думает в момент проговаривания. То есть она говорит и одновременно думает. Поэтому процесс проговаривания – это наш женский способ мышления. Значительно упростить и сократить время на ненужную болтовню женщины. Поможет навык. Твой навык – мужчина. Да? Обращусь на «ты». Думаю, не обидитесь. Задавать правильные вопросы. Дающие возможность женщине не отклоняться от заданной темы. Просто во время разговора мягко возвращай женщину к обсуждаемой теме. И все. Так, что мы обсуждали? Ага, вот это, вот это. Там, допустим, не знаю, сын получил двойку в школе. Все. Значит, только двойка в школе. Не надо рассказывать, какие плохие преподаватели. Не надо рассказывать, кто тебя нахамил по пути. Не надо рассказывать, как ты поругалась там в магазине с продавщицей или на рынке. Там что-то не выяснили по цене. Вот. Это все не нужно. Значит, сейчас конкретно говори об этом. И мужчина возвращает таким образом женщину в обсуждаемое русло. Да? Это значительно сокращает твои, ваши, мужские, время и усилия. Да? И снимает ненужное эмоциональное напряжение обоих партнеров. Дальше. Повышенная эмоциональность женщины. У мужчин и женщин совершенно разные отношения к эмоциям. Мы это все знаем. Мужчинам с раннего детства внушают, что показывать свои эмоции – это слабость. Все. Ты не мужик. Поэтому, видя проблему, мужчина старается что сделать? Сразу же ее решить. То есть сразу же найти решение этой проблемы. У женщин же в любых ситуациях реакция эмоциональная. Ей нужно показать. Ее задели. Ее не выслушали. Ей не дали чего-то. Она это должна все выразить. Она не может это держать в себе. Так как нас учили жить не головой, а чувствами. Чаще всего. Ну, я даже не буду говорить о тех, кого воспитывали на книгах, на фильмах и так далее. Сейчас, наверное, это немножко не в тему. Сейчас больше сеть, интернет. Вот. Как там люди не х, не у, а зетки. Зетки, которые после 2000 года рождены. Которым сейчас по 20 лет. Так вот, такой подход мужчину всегда раздражает. Что делать в таком случае? Как можно конструктивно общаться с женщиной? Первое. Дай женщине возможность прийти в себя. Просто не старайся доказывать женщине сразу нелогичность ее высказывания. В тот момент, когда она на эмоциональном пике. То есть, когда ее эмоции, там, синусоида по игреку шкалит по полной программе. Это только обострить ситуацию и может привести к скандалу, разрыву отношений, не пониманию, чему угодно. То есть, сплошной негатив. Лучше переждать этот пик, сделав вид, например, что ты ее слушаешь. Многие мужчины, кстати, так и делают. Они приспособились. То есть, вот женщина что-то там говорит, самое главное, вроде бы время от времени киваешь головой. Или там, допустим, да, да, вот что-то такое. Но бывает, женщина задает вопрос, и мужчина как бы в просаг попадает, потому что он не следил за тем, что она рассказывает. Так вот, когда она немного успокоится, возвращая ее к смыслу разговора и поиску решения проблемы. То, что я сказала раньше. Так ты сэкономишь и время, и нервы свои, и ее. Еще что можно делать по поводу эмоциональности. Задай ей сразу вопрос. Вот она там все, чуть-чуть успокоилась. Задаешь ей вопрос. Чем я могу сейчас тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? Простейший вопрос, да? Его можно даже задать в момент, когда только начинает спадать пик вот этих эмоций. То есть, скажи, что тебе трудно ее понять, пока она кричит, пока она плачет, пока она там расстраивается, на кого-то обижается. Обязательно плачет. Это сто процентов. Или почти сто процентов. Это понятно, да. Вот, в этот момент, получается, задаешь ей вопрос. Чем я могу тебе помочь? Это в некотором смысле для нее, как холодный душ, такая остановка, вы понимаете? Она остановится и задумается. Это как минимум. И узнавай, чем именно в этот момент. Она в нуле, чуть-чуть подождал и узнавай. Так я тебя спросил, чем я могу тебе помочь? Давай или вместе подумаем, или давай я подумаю. Вот, а ты отдохни. И сделай это, если есть возможность, сразу как бы как-то решить или хотя бы ее успокоить. Огонь останавливается огнем. Но здесь огонь останавливается вопросом, да. Стена огня, я имею в виду, если где-то что-то горит, да. Если женщина продолжает кричать, обвинять или плакать, то есть ее нужно оставить на время. Пусть она придет в себя. А затем ты снова повторяешь этот вопрос. Третий способ, как с эмоциями совладать, женский. Попробуй погасить эмоцию женщины. Как это сделать? Кстати, просто. Просто подойди, вот вы правильно сказали. Крепко обними ее, гляди ей в глаза, скажи, что она тебе, несмотря ни на что, что с ней произошло, очень нужна. А остальное все ерунда, мы порешаем, неважно. Как там Долина пела? А остальное все решается с помощью зонта что-то. Важнее всего природа. Погода в доме, а остальное с помощью зонта. Вот, вот. Остальное с помощью зонта. Это очень важно. В этот момент, когда мужчина ее обнимет и скажет, что она ему вот такая вот, очень нужна. Вот, что действительно там он ее любит, или она ему нравится, или там она ему близкий человек. Неважно, какие слова он найдет, но из этой серии. Женщина почувствует себя любимой и ощутит себя где? В домике, в безопасности, успокоится. Я знаю, что некоторым мужчинам понять это трудно. Не все мужчины могут понять то, о чем я говорю. Я знаю, что вы меня понимаете, и возможно другие мужчины, их немало. Ну, почему не поймут, потому что в мужском мире, если человек расстроен, то, как происходит у мужчин, его лучше оставить одного. Не трогать. То есть, он сам там перевоюет, там перетрубачится и все. Он что-то решит, все. Он обдумает, выйдет уже с готовым решением для себя. У нас же, у женщин, все наоборот. Поэтому такой метод действует безотказно и быстро. Особенно, если это сделать искренне и с чувством. Я закончила второй этап. Значит, первый ваш аргумент был, показал отличие понятия женщины и мужчины в разговоре. А второй аргумент показал технологию, как нужно мужчине подойти. Слабое тут место в том, что без дополнительной подготовки мужчина не сможет сразу раз и нормально вступить в конструктивный разговор. Он или методом проб и ошибок на протяжении периода своей жизни приобретет этот навык, или ему нужно прийти к вам, чтобы вы его научили и рассказали об этом секрете. Потому что то, что вы рассказали, это секрет. И вы его рассказали. Потому что такого знания в обществе нет. Вроде бы простые слова, но об этом никто не говорит. Вот в чем дело. А это нужно четко разложить по полочкам и показать. И провести там какую-то там учебу и практику. То есть человек должен где-то попрактиковаться. Нужны какие-то женщины, которые помогут попрактиковаться. То есть волонтеры, волонтеры, женщины-волонтеры. С психологом вряд ли кто-то другой согласится. Все правильно, я с вами согласна. Но здесь я бы предложила вот что. Я думаю, что, возможно, это будет интересно вам, как руководителю клуба, дискуссионного клуба Полтава. Возможно, мы сможем делать раз в месяц такие вот съемки, передачки, или, как сказать, заседания клуба, где можно будет просто задавать вопрос-ответ. То есть либо в прямом эфире, либо это будет, допустим, в чате, да? Там люди будут задавать вопрос, и мы можем отвечать. Так можно не только на психологические темы, допустим, разговаривать. Правильно? Можно приглашать любых специалистов из любой области. И людям будет это интересно. Это, кстати, немножко отвлеклась, забежала вперед. Это одно из предложений, которые я хотела бы вот с вами попозже обсудить. Но я думаю, что нашим зрителям это будет интересно. Вы сможете получить вот такой, скажем так, такую БЛИЦ-поддержку, такой какой-то совет нужный в нужный момент, который не будет лишним. Абсолютно бесплатно, быстро и в рамках дискуссионного клуба. И эффективно. Да, и эффективным, уже проверенным не на одной сотне человек в отношении. Итак, я перехожу к третьему своему тезису. Правила общения, ведущие к пониманию друг друга. Это, в принципе, как бы мягко, как сказать, выезжает из предыдущего, второго тезиса. Как бы дополняет этот второй тезис. Ну, мы знаем, что понимание и доверие в отношениях мужчины и женщины это необходимые условия нормальной жизни. И если эта женщина, конкретно эта женщина для вас важна, как близкий вам человек, как мать вашего ребенка, то вы будете пытаться понять ее, ее потребности и желания. В то же время, вот это очень важно, донести до нее свои те же потребности и желания. Почему? Это условие первое и самое важное. Ну, тут тоже, как бы, тут любое предложение может быть темой для дискуссии на самом деле. То есть здесь нужно раскрывать просто конкретно, что делать. Вот в такой ситуации, вот в такой, вот в такой. Вот. То есть вначале стоит определиться всегда самому, насколько женщина вам нужна, насколько она вам близка, чтобы не потерять близкого человека, мать своего ребенка. Или наоборот, чтобы не цепляться за человека, с которым уже, ну, как говорится, знаете, все связи отсохли. Вот. А затем только переходить к разговору. Ну, я бы советовала сделать именно так. Прежде всего, самому определиться, насколько это для вас ценно. По поводу разговора тоже есть некоторые нюансы. Самого разговора, как разговаривать с женщиной. Важно не только что обсуждать, но и как это правильно сделать, чтобы увидеть все в реальном свете так, как оно есть, без, с минимумом ментальных искажений, всяких разных, которые у нас, у каждого идут. Из-за чего? Из-за того, что у нас куча детских травм. Я имею в виду психологических травм, да? Из-за того, что у нас какие-то негативные эмоции, какие-то страхи, какие-то внутренние комплексы. Причин масса. Сейчас не буду в них углубляться, пойду дальше. Значит, как разговаривать? Здесь нужно тоже несколько условий. И вам, и вашей женщине. Необходимо, чтобы вы оба были в относительно спокойном состоянии, а не в момент пика негативных эмоций. Только в этот момент можно разговаривать. Если вы в негативных эмоциях, разговоры не выйдет никогда. Вообще ни при каких условиях. Все вот эти разговоры, вот мы там поорали друг на друга, подрались, а потом занялись сексом. На самом деле это, во-первых, ненадолго. Во-вторых, если еще есть дети, то понимаете, какое влияние вы на них оказываете. Они же прекрасно понимают, что вот вы скандалили не на шутку. Дальше второе. Не выходить за рамки обсуждаемого вопроса. Не выходить за рамки. Если женщина отклоняется от темы, возвращать ее к обсуждаемой теме. Чаще всего женщина отклоняется. То есть, начинают за здравие, заканчивают за упокой. Начали за то, что он не помыл посуду или разбросал носки. А потом вспомнили, что было при царе Горохе. Вот от царя Гороха, от первой встречи, когда мы встретились. Вот мы с тобой встречались три месяца, вот мы с тобой жить стали еще два года, а теперь еще пять лет в браке. Вот за эти восемь лет я тебе все вспомню, что ты мне сделал, дорогой. Где ты меня обидел? То есть, не выходить за рамки обсуждаемого вопроса. Если мы обсуждаем носки, значит, мы обсуждаем носки. Если мы обсуждаем, что женщина там, не знаю, не приготовила покушать, значит, только это. То есть, мы не выходим, мы не цепляем другие вопросы паровозом, да, и не делаем, вот, как сказать, там, как это называется, товарный поезд, да, у него там 50 вагонов. То есть, мы не цепляем эти 50 вагонов. Все, есть только один, один вагон. Все, его только обсуждаем. Третье. Так как для любой женщины очень важно быть услышанной, близким человеком. Установите, ну, мужчины, сделайте день откровений, да, или день правды. Назовите его там как-то по-своему, может быть. То есть, один час в неделю в определенный день, чтобы выслушать женщину. Что ее волнует, что ее пугает, что ее тревожит. Просто вот сделайте вот такую профилактику. Это вам сэкономит и время, и нервы, и здоровье, и много еще чего. Останется много у вас ресурсов на то, чтобы вы занялись своим любимым делом или творчеством. И таким образом еще вы получаете бонус. Какой? Женщина научится ценить ваше время. Она будет уважать ваше время. Она будет готовиться к разговору. А значит, есть предпосылки думать, что она будет собирать главное, а не просто лепить все в кучу. Ей надо будет в час уложиться. То, что она хочет вам сказать. То есть здесь получается, вы ее как бы стимулируете к тому, чтобы она говорила только на одну тему, ту, которую она хочет затронуть. Больше она просто не успеет. И не отклоняться, чтобы сказать главное. Вот. И ценить время. Ваше время. Он ведь меня слушает. Он для меня пошел вот на такой шаг, на такую уступку. Значит, я ему не безразлично. То есть получается, в какой-то степени я ему нравлюсь, раз он так поступает. Я понимаю, что далеко не все мужчины согласятся со мной сразу. Им жаль потерянного времени на пустую женскую болтовню. Но посмотрите сами, дорогие мужчины. Отгораживаясь от женских эмоций, вы нередко получаете ту самую ненасытную старуху в результате, которую мы с вами обсуждали на первом нашем заседании. То есть старуху, ощущающую себя через два года отношений, через год-два отношений у разбитого корыта, которая брошена и совершенно одинока. Как вы думаете, она станет себя вести? Ну, очевидно. Ворчать, выражать постоянное недовольство, если вы не сделаете этого. Недовольство вами, критику в ваш адрес, обвинение, желание поскорее и посильнее вас наказать. Дорогие мужчины. То есть вы сами себе облегчаете жизнь. Казалось бы, вы делаете, о, я это сделал для нее, там, для женщины. Подумайте о том, что вы делаете в первую очередь для себя, любимых. Поэтому кто выигрывает в этом случае, когда вы получаете вот ту самую ненасытную старуху? Ну, уж точно не вы, дорогие мужчины. И еще на пасашок. Если женщина вам важна, ищите в разговоре то, что вас объединяет, а не то, что разделяет. Да, мы, мужчины и женщины, разные. Но это не значит, что мы не в состоянии услышать и понять друг друга. Начать учитывать наши женские особенности. То есть, поэтому, может быть, дорогие мужчины, стоит научиться учитывать наши женские особенности, природные особенности, о которых я сказала в первом тезисе. А нам, женщинам, быть более чувствующими своих мужчин, понимающими их природу и потребности. Ну, очевидно, что всем таким образом станет легче жить. Вот это мой третий тезис. Будет еще ответ на комментарий. Значит, я так понимаю, что третий тезис – это продолжение второго. Это снова же методика того, как нужно вести разговор. Я бы сказал, что здесь такой недостаток, что на мужчину возлагается большая ответственность. И выполнить все эти советы может человек действительно зрелый и достаточно уравновешенный и рассудительный. Ну, я не знаю, какой процент среди мужчин таких прям зрелых, рассудительных. Ну, может большой, может небольшой, не знаю. То есть, это не то, что просто очень легко. Еще такой момент, что тут нужен… Можно я сразу, извините, я сразу скажу. Значит, я хочу сказать, что то, что я говорила сейчас, вот эти пункты, это относится не только к мужчинам. Это относится к обоим партнерам. То есть, это относится и к женщинам. Женщинам то же самое нужно сделать. Вот. И, возможно, устанавливая этот день откровений или день правды, тоже с женщиной все это обсудить. Она еще лучше подумает, как это сделать. Она придумает, она почувствует, что с ней считаются. То есть, это делать вместе. Если там во второй части были советы мужчинам, то здесь советы обоим. И я выбрала, как вы понимаете, самые-самые. То есть, ну, как бы потому, что их очень много. Там очень много чего стоит рассказать. Стоило бы рассказать. И это стоило бы ввести в школу, в школьную программу, да, наравне с другими предметами. Потому что это очень важно. Потому что отношения – это важная часть нашей жизни. Это не то, что там один раз рассказать. Но это как в церкви, что люди там периодически идут, и у них есть какой-то духовный руководитель, и он постоянно им говорит. То есть, об этом надо постоянно говорить, 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 помогать, корректировать. То есть, это весь путь жизни такой. И разбирать ситуации, и разбирать конкретные ситуации. Да, и разбирать ситуации, и корректировать, корректировать поведение. Да, 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 да. Сразу говорить. Вот попробуй вот здесь вот так. А вот здесь вот так. Не надо там, ты такой секует, ты там не понимаешь. Просто попробуй вот здесь вот так, а вот здесь вот так попробуй. Как? Работает? Не очень. Давай попробуем вот так и вот так. То есть, каждый человек будет подбирать то, что важно ему. То есть то, что ему подходит, то, что ему легче сделать, это можно сделать, это реально. Еще один момент, вы сказали, что мужчина должен подумать, нужна ли ему женщина или не нужна. И у меня сразу пришло на ум церковное отношение вообще к браку, что брак это как бы малая церковь, да. Это то место, где человек трудится для достижения какого-то совершенства. Это его испытание в этой жизни. И тут с церковной точки зрения, тут нету перебирать, нету такого, я могу перебирать, это мне нравится, это не нравится. Вот если это есть человек, ты берешь ответственность за этого человека и ты проходишь испытания всю жизнь с ним. А дальше, дальше, церковь же говорит, дальше вечная жизнь и так далее. То есть это путь как бы в вечную жизнь. Ну это просто я вот говорю, что мне пришла эта мысль. Я немножко, да, я немножко не так думаю на эту тему. Вот, и я думаю, что это бывает иногда не на всю жизнь. Очень часто молодые ошибаются, особенно когда браки ранние. Ну тут мы сами знаем, что происходит. Ну процентом порядка 80 процентов, да, браки распадаются. Ну да. Распадаются браки. Очень большой процент. Статистики я сейчас не могу озвучить, потому что я не готова. Я не знаю, надо посмотреть статистику точную. Но большой, очень большой процент. Я смотрел одно там исследование, и там приводятся данные, что человеку лучше иметь один брак, минимум, один или два. И только он во втором или в третьем он достигает гармоничного состояния. То есть первый и второй брак – это всегда как бы пробный брак. Вот в этом исследовании это смотрелось. Человек как бы учится и созревает в этих браках. Но уже в этом браке, если бы он в одном браке созрел, он в этом браке не может состояться. То есть ему обязательно нужно перейти в другой брак. Нет, здесь не совсем. Но здесь такие темы широкие, Александр, вы поднимаете, что просто на них просто так не ответишь, да или нет. Широкие и глубокие темы вы поднимаете. Тут я не совсем согласна, что человек тут может быть по-разному. Самое гармоничное сочетание, я скажу так, когда мужчина более развит, а женщина идет за ним. Это как бы нормально, это природно нормально. Он чуть выше, чуть более зрелый, чуть более развитый, а женщина идет за ним. И я не сторонница там патриархального или матриархального какого-то подхода. Нет. Но как показывает практика, я говорю о современности. Я не буду говорить о царя гороха, что там было в пещерах, когда мы там с этими охотились на мамонтов. Вернее, женщины не охотились, мужчины. Я имею в виду последнее наше время, нашу современность. Здесь нет, здесь так не работает. Здесь скорее необходимо, наверное, в первом браке, да, чаще всего бывает в первом браке, первый брак приводит к разводу. Вот, потому что начинают учиться, ну как, сошлись на страсти. Все, страсть погасла, там эти, отключились наши гармончики, да, природа, что же она, как бы, не может быть расточительной. Я почему привел церковное это определение, потому что наше обыденное понимание брака, ну вот, женщина для мужчины, это средство для удовлетворения потребностей. А в церковном понимании брак это ответственность, и ты берешь ответственность, это средство, как бы, служения. Ты отдаешь, а не берешь. То есть, это вот главное отличие. Там ты берешь, а там ты отдаешь. Да, если это есть. Служение ты не берешь, ты отдаешь, это да, это степень зрелости, ответственность. Но если это все не делается из надо, когда ты это делаешь, потому что так надо. Нет, если терпеть, нет, это же дело не будет. Нет, это же, там, отец святой, там все. Нет, это же, это только от зрелости может идти, от понимания. Это если ты понимаешь, что... Это выльется потом, вы же понимаете, выльется это все потом в семью, потому что, ну, это некуда девать. Мы ходим и носим в себе все это, набор мыслей, эмоций, чувств, все вот это вот бадью. То есть, получается, весь этот борщ, весь этот сыр-бор мы носим в себе. И мы этим, как бы, ну, как сказать, мы это излучаем, скажем так, невидимо излучаем. То есть, когда я злая, например, да, когда я злая, сколько бы я улыбок не цепляла на лицо, все равно эта злость будет чувствоваться. Если вот я люблю танцевать, да, если я начинаю танцевать, мой танец будет показывать мою злость. Мой танец будет показывать, даже танец, казалось бы, искусство, да, то, что мне очень нравится, то, от чего я просто в ауте. Получается, что он показывает мое внутреннее состояние. Точно так же мое внутреннее состояние показывает любое мгновение моей жизни. На улице, в семье, с детьми, неважно. То есть, я постоянно это излучаю. Как бы я не хотела это прятать. Нет, я же говорю, это тут, ну, я не говорю о терпении, я говорю о понимании. Вот если у человека есть понимание, любое, ну, понимание, да. О терпении говорит. Ты должен терпеть, раз выбрал, венчались, значит, ты живешь до гроба. Все. Не, ну, если терпение, то это просто крышку сорвет. Придет время, когда сорвет крышку. Поэтому тут... Ну, я понимаю другого. Когда-то это регулировало. Когда-то это регулировало отношения, вот в прошлые века, да, церковь именно регулировала. Сейчас нету этого. В этом была потребность. Реально. А сейчас больше самостоятельности женщин, когда она может сама и воспитать ребенка, и как-то его поднять. Ну, в общем, мы понимаем. Все, мы отвлеклись. Да, ну, давайте я свои аргументы скажу. Конечно, да. Свои тезисы. Значит, первый тезис, это ж очень условные тезисы. Я ж прошу просто меня поднять. Мне просто выпала доля такая говорить, что нельзя с женщинами конструктивно говорить. Хотя я так не думаю, я просто наведу характеристики, которые говорят о том, что мешает. Вот что мешает. Вот первое. Психологическое недомогание. Вот конструктивный разговор – это если стороны доброжелательны друг к другу, расположены друг к другу, с удовольствием слушают друг друга. При конструктивном разговоре стороны переживают положительные эмоции. Все участники такого разговора достигают своих целей. Конструктивный разговор возможен только, если участники психически здоровы. И невозможен, если участники психологически недомогают. О психологическом недомогании свидетельствует преобладание в разговоре, даже в внутреннем диалоге, самого с собой, обвинений, самообвинений, критики, концентрации на плохом. Вот это такой мой краткий тезис. Я бы сюда еще добавил культурный фон. Очень много феминистки внесли такого духа соперничества в отношении между мужчинами и женщинами. Что женщины обязательно должны соперничать с мужчинами. И вот этот дух соперничества, он все время вот эту лодку качает семейную. Качает, раскачивает все время волны. Если у вас есть что сказать по первому моему вопросу. Постараюсь кратко, я постараюсь кратко сказать. Да, я с вами согласна. По поводу всего того, что вы сказали относительно первого тезиса. Но вот по поводу духа соперничества. Тут не сколько дух соперничества, сколько кто в доме хозяин. А почему это происходит? Вот если задать этот простой вопрос, почему, то это в своем большинстве, можно сказать, 90% женщин из тех, кто там во всех этих феминистических движениях участвует, занимается, там репостит статьи и так далее. В основном обиженные женщины. То есть очень сильно обиженные мужчинами и женщинами. Фактически они как бы взяли оружие в руки, ну слово, понятное дело, да, слово. Словом, слово как оружие. И они пытаются таким образом, значит, воевать с мужчинами. И, как я уже говорила первый раз в нашей первой встрече, то, что почему здесь происходит такая штука. Потому что, когда она не чувствует любви от мужчины, она начинает бороться за власть. Все. Хотя бы какое-то подобие должно быть любви у нее к ней. Понимаете? То есть это как бы жалкое подобие, жалкая какая-то, ну, замена там любви, что ли. Вот раз у меня нет любви, я буду властвовать. Типа такого. Женщина, которая любит, вот, совершенно верно, вот вы сказали. Женщина, которая любит, вот, женщина, которая рада мужчине своему, которая его уважает, который вот он пришел с работы, она действительно рада. Она действительно очень рада. Она не бежит сразу там с упреками. Вот, я четвертый раз разогревала тебе ужин. Нет. Она, вот, действительно, глаза светятся радостью. Какой женщине феминизм не нужен? Конечно. Ей не нужно никакое соперничество с мужчиной. Просто у нас разные, скажем так, аспекты жизни, которые для нас главные и которые для нас ценные. Понимаете? Для мужчины это доминирование во внешнем мире. Это нормально. Бороться, доминировать, там, чего-то, там, ману-то достичь, там, кого-то победить, там, что-то открыть новое, там, звезду. То есть, вы к феминизму относитесь критически? Я не считаю, что в основе феминизма есть какие-то вот объективные причины. Понимаете? Ну, во всяком случае, в нашей стране, думаю, что... В нашей стране, в своем феминизм это... Может, в других странах есть, но у нас, наверное, и нет. Это сильная, я не знаю, как в других странах, но мне кажется, что там то же самое. Но это сильная обида на мужчин. Где-то произошел вот этот слом, где-то произошел вот этот психологический разрыв, вот это вот. И получилось после этого то, что получилось, к сожалению. Собственно, да. Главное чувство... Нужно идти просто к специалисту. Просто идти к специалисту. Не обижайтесь на меня, дорогие женщины, которые поддерживают феминистическое движение. Не обижайтесь. Просто если вы искренне посмотрите в себя, вглубь себя, вы увидите на самом деле, что там. Не обязательно это вот сейчас прямо озвучивать. Я понимаю, что это больно. Но если вы посмотрите, вы увидите там этот ответ. Именно этот. Главная эмоция... Нужно это лечить, понимаете? Ну, есть что-то, значит, нужно как-то вот это уменьшать. Это же ваши стрессы, ваш постоянный хронический стресс, ваше внутреннее напряжение, ваша депрессия. И это все выливается. У кого-то это выливается в пассивную агрессию, у кого-то в активную. То есть разница только в этом. Давайте ко второму тезису передумать. Извините, но широкая тема опять. Второй тезис – эгоистическая цель или биологическая мотивация. По мнению профессора Савельева, женский мозг устроен несколько иначе, нежели мужской. Почему и возникло выражение «женская логика». В мужском мозгу есть ассоциативные центры, которые отвечают за абстрактное думание. У женщин этих центров нет или они небольшие. Поэтому женщины всегда решают биологическую задачу – выжить, размножиться, увеличить номинантность. Как? С помощью своего мужчины, который менее биологичен, нежели женщина. Поэтому у них всегда конфликт. Прагматика женщины с романтиком, мужчиной. Вот такой тезис. Ну, я не совсем согласна с Савельевым, с профессором Савельевым. Конечно, во многом он прав. Я смотрела одно время достаточно, скажем так, долю его видео. Он феминист, но только… Это какая-то степень доминантности женщины за счет мужчины. Но это я бы не назвала доминантностью. Это вот все то же самое, что в первом тезисе вашем было. Это вот кто в доме хозяин. Желание здесь захватить власть, если она не получает любви. Вот и все. Это не доминантность где-то в социуме. Это может быть косвенная доминантность. Вот с этим я не согласна. Почему? Потому что, смотрите, косвенная доминантность. Ага, хорошо. Я зацепила себе статусного мужчину. Да, все прекрасно, замечательно. Для того, чтобы в том числе сделать распальцовку перед подругами. Ага, значит, я круче других. Понимаете, в чем дело? Может, в этом смысле доминантность. Может, в том, чтобы за счет этого статуса мужчины где-то что-то повысить свой статус. Ну, я бы не назвала бы это прямой доминантностью. Той, о которой мужская доминантность. Ну, которая изначально естественная, нормальная. То есть, как бы… Вы понимаете? Не знаю, какое слово тут подобрать, но мне кажется, не совсем. Мы же говорили о феминистках, что у них эмоциональное чувство, обида. Так то же самое у Савельева, только по отношению к женщинам. Он и дает такие советы, потому что у него какая-то обида на женщину. У меня сложилось такое отношение. Поэтому он тоже, он не феминист, а как с мужской точки зрения. Муженист, в общем, он. А, вот это я согласна. Да, да, да. У него травма была. У него травма. Значит, третий мой тезис. ПМС. Предменструальный синдром. Да, да. Ему подвержены, ну я смотрел статистику, до 90% всей женщин. Разная там степень. Из этих 90% около 35% даже обращаются к врачебной помощи. Длится от двух дней до двух недель. В этот момент женщина раздражительна, у нее плохое настроение. То есть в это время женщина чем-то напоминает подростков. С подростками же не сладишь, так же же, как и с женщиной. По одной из гипотез, ПМС возникает вследствие нарушения баланса половых гормонов. В 1887 году в Париже была издана книга «Женщина в период месячных очищений». В этой книге на свой вопрос, почему мы не должны доверять женщине решение важных государственных вопросов, автор отвечает «Как можно довериться существам, которые каждый месяц в течение двух недель под влиянием внутренних изменений способны совершить поступки, о которых сама же будет жалеть?» Вот это такой мой последний третий роман. Да, интересный тезис. Я бы сказала так. Наполовину согласна. 50% да, 50% нет. Да, относительно того, что ПМС и состояние женщины ухудшается эмоционально, и то, что она не может контролировать свои эмоции, и то, что она вечно раздражена на всё. Это как беременная то же самое. Хочу это, всё, через секунду этого не хочу. Беги в магазин среди ночи, принеси мне там звезды с неба. Но причина здесь ещё часто бывает генетическая, насколько я знаю. Ещё бывают генетические причины, ещё бывают там разные причины, чисто сильно простыло, допустим. Медицинские какие-то, понимаете? То есть, и получается, что там происходит сбой. Но в данном случае уже не гормональный, а получается, что сбой физиологический, но он прямым образом влияет и на психологию. То есть, на эмоции, на вот эти вот реакции все, на вот это вот всё. Понимаете? Так что, вот таким каким-то образом. Мы можем подытожить вот все наши аргументы. Саша, я могу написать на комментарий сначала. А, да, 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 конечно. Я обещала просто нашему товарищу, который смотрит. Значит, была моя фраза такая. Хотя бы поговорить нормально, без обвинений. Это в прошлом видео. Мужчина пишет. Вы пробовали хоть раз нормально говорить с женщиной? Даже если она нормально поговорит, что уже на грани статистической случайности, обратите внимание, всё равно в жизни не примет общих правил игры. Будет по кусочку подгибать их под себя, пока не развернёт ситуацию полностью в свою сторону. Говорить можно с тем, у кого есть внутренние сомнения в правоте. Проще в полном взаимном игноре делать своё. Сил на хорошие дела останется больше. Очень грамотный комментарий. Очень, скажем так... Вы странаны своей жизнью, да? Вы странаны сразу же. Итак, ответ на комментарий. Первое. Судя по описанию, в вашей семье давно уже отсутствует понимание друг друга. И вы склонны воспринимать всех женщин как зло. Скорее всего, вы воспринимаете события сквозь призму травмирующего детского опыта своего, да? С мамой, скорее всего. Возможно, не только. Разобраться в этом и снять внутреннее напряжение поможет психолог, психотерапевт. Второе. Если у женщины отсутствуют внутренние сомнения в своей правоте, но вы почему-то до сих пор с ней вместе, ну, я бы советовала всё-таки задуматься, попробовать понять, что именно вас держит вместе с ней. И насколько это важно для вас именно сейчас. Вот эти два вопроса прямо в точку. Это немножко из психоаналитики, но они вас сразу приведут туда, куда нужно. Это даст вам ясность, в чём именно вы испытываете потребность в данный момент. То есть, почему вы рядом с ней. В чём вы испытываете потребность. Закрывает ли она, находясь рядом с вами, эту потребность, которая, по сути, не удовлетворяется, судя по вашему комментарию. И подумать над тем, как её можно удовлетворить. Каким образом наиболее гармонично для себя. А ещё я бы дополнил, что вы же в своих первых, вернее, во втором и в третьем тезисе рассказали технологию, как с женщиной говорить. Поэтому пусть он применит вот эту технологию, которую вы рассказали. Да. Ну и хочу в конце, друзья, пожелать вам взаимопонимания, уважения и любви друг к другу в отношениях. Вот. От души. Ну вы уже всё, да? Вы вывод сказали. Да, всё. Я уже всё. Я закончила. Ну, я скажу свой вывод. Из всех приведённых тезисов вытекает, что конструктивно с женщиной можно говорить. Но для этого должен быть навык понимания и определённая степень зрелости вот именно со стороны мужчины. Это не всем мужчинам доступно, поэтому в этом проблема и в этом недостаток того, что мы рассказали. Саша, и женщинам тоже надо быть определённой степени зрелости. Обязательно. Нет. Наша передача посвящена мужчинам. То есть взгляд со стороны мужчин. Можно ли мужчине с женщиной говорить? В принципе, можно. Да. Если не получается, то вина в том, что недостаточно зрелости, недостаточно понимания, недостаточно любви и недостаточно внимания. То есть, недостаточно и всё. Если есть силы себя изменить, то, пожалуйста, семья – это как бы малая церковь и это испытание, это жизненное испытание. И если так представить, что это жизненное испытание, а женщина – это существо, за которое ты отвечаешь. Вот это зона твоей ответственности. Нет, я с вами не согласна. Бери трудиться. Женщина должна тоже уметь за себя отвечать. Правда. Здесь ответственность делится определённым образом. А всю методику, которую вы рассказали, я бы её кратко назвал психологическое айкидо. Это когда в лоб ты ничего не противоречишь женщине. Ты принимаешь все удары, но мягко даёшь все негативы, чтобы они упали и рассыпались. Ты просто силой противника совершаешь действия. Да, всё рассыпается. Весь негатив, он рассыпается. Негатив, который рассадеет. Да, да, да. Негатив рассыпается и ещё какой образ, если ты говоришь женщиной, какой образ мужчине может помочь. Образ кошки. Представь, что женщина, с которой ты говоришь – кошка. А если кошка, мы кошку берём на руки, гладим, и она мурлычет. Вот такой и мой вывод. Очень интересный вывод и в чём я с вами согласна полностью. Ну, наверное, на этом всё. Мы рады вас видеть, дорогие наши зрители. Надеюсь, вам интересен был наш диалог, наш дискуссий. До следующих дискуссий. До следующих встреч.